Итак, друзья, настала пора, как говорил Серега, почетерить, то есть подобрать Google камеру для планшета Blackview Tab 11. Для этого мы сначала переходим на форум 4PDA, находим ветку самой программы. И не приставая к людям, просто начинаем подбирать. Потому что если приставать к людям, вам все заметят, что данные программы, моды и тому подобное, рассчитаны на гугловские смартфончики-пиксели. Ну вот первая версия, которая точно подходит, это 1.8.3.3.2 и так далее. То есть Google камера Go версия с минимальным набором дополнительных излишеств, но с довольно-таки интересно работающим фокусом в процессе видеозаписи. Скачиваем версию, в общем можно на 64, можно не 64, по-моему обе идут. Но если я ошибаюсь, выберите вторую, у вас всего две попытки, это не сложно. Скачиваете ее и само собой устанавливаете. После установки вы увидите, что программа установилась. При первом запуске она запросит разрешение, но может немножечко повыкабениваться и один-два раза вылететь. Но у меня, например, она вылетела и повернула экран. Поэтому для вас я экран повернул еще раз с потерей разрешения. Но я думаю, вы не обиделись. И сейчас посмотрите, что она делает. Сейчас вы смотрите видео, снятое с экрана, напоминающий раз. Поэтому вы будете видеть, куда я нажимаю. Это у меня отображается. И видите, что фокус постоянно следит за тем, что творится в кадре и перефокусируется. Потому что потом я покажу вторую версию программы, которая подошла тоже на данный планшет. Там уже фокус работает только по прикосновению. Напоминаю еще раз. Версия 1.8. что-то там. Go от камеры Google. Она постоянно следит за объектами в кадре и перефокусируется. Причем менее нервно, чем стоковая камера данного планшета. Поэтому можете наблюдать, что довольно-таки неплохо все происходит. Но рывком, поскольку это MTK. Ой, нет, это не MTK. Но все равно суть та же. Ядра те же, что в MTK. И поэтому все равно рывком это дело происходит. Видимо, библиотеки использованы абсолютно те же самые. То есть такое же абсолютно поведение фокуса у нас и в более древних процессорах от MTK. Фронталка была грязновата, поэтому я это заметил, ухмыльнулся и протер ее футболкой. После этого увидите, что все стало нормально. И фокусировки как не было, так и нет, поскольку не поддерживается камерой. В данной камере есть дополнительные функции. И они работают, но их очень мало. Есть перевод. Есть портретный режим, когда при первом включении он даже показывает, как сделать, чтобы немножечко там подразмывалось. И есть фото и видео. На этом, в общем-то, как-то все. То есть добавили только перевод, поэтому и называется Google Camera Go. Также есть контроль вспышкой, баланс белого и так далее. Но, если мы залезем в установленную, точнее загруженную нами камеру 5.1.0.18 и ее установим повторно, чтобы вы видели, что это именно она. Она встала именно как обновление. Мы увидим, что при фокусировке для фото фокус ловит все сам. А если мы переключаемся на видео, то только по тачу. То есть куда мы ткнули, там у нас и фокус. Это очень удобно для съемки длительных протяжек сквозь объекты, на которые камера может нервничать и перефокусироваться, а вам это не нужно. Поэтому я рекомендую поставить все-таки два мода сразу и использовать в зависимости от ситуации, либо тот, либо этот. Потому что в одном из них, напоминаю, фокус запоминает положение и не меняется сам, пока вы не нажмете на экран. А в версии 1.8, напоминаю, он всегда следит за тем, что в кадре и постоянно перефокусируется. Поэтому если вы фанат каких-нибудь проводок сквозь травку, там мимо кустиков и так далее, то лучше использовать эту на нужном фокусном расстоянии, зафиксировать фокус и после этого ввести камеру, как некоторые любят, так красивенько проводить, потом накладывать какие-нибудь эффекты. А если вам нужно следить за движущимися, бегающими, детьми, собаками, там, не знаю, животными, насекомыми и так далее, то, само собой, вам лучше версия 1.8, и она постоянно будет менять фокус на обновленной ситуации в кадре, ну или на других, скажем так, объектах, появившихся в зоне фокусировки. Но могу сказать, что оба мода работают, работают они неплохо. Единственное, что в моде вот этом навороченном много всяких режимов, типа панорамы, сферы и так далее, но они толком не работают. В сфере банально не появляется камера для начала съемки, а в панораме не появляется результат. Поэтому, грубо говоря, они не работают. То есть работаем, как обычная камера, и вот вам результаты фото на экране. Ну и все остальные фишки были чисто так, для понта. Но зато режим основной камеры здесь работает уже хорошо. То есть куда вы наводите, там и фокус. И не нужно ничего дополнительно тыкать, по крайней мере в режиме фокусировки в обеих модах этой гугл камеры. Ну а далее посмотрите оригиналы видео, уже не через запись экрана, а снятые именно самим планшетом. Вот так это выглядело. Видите, что немножко светловатенько. Я специально не осветляю. То есть как он снял, так и есть. Но зато вы понимаете, что вот такой результат при записи. И в любом редакторе, само собой, это быстренько исправляется, если вам это нужно. Но, в общем, меня устраивает и такая освещенность в кадре. Это не есть плохо. Фокус, как вы видите, ловит на чем угодно. Даже на градуснике сквозь два стекла стеклопакета. На близких предметах, если они попадают в кадр. Даже не глядя на то, что их там очень много, и они на разном расстоянии. Ну а это у нас вторая камера, которая предполагает использование тач фокуса. Пока в экран не ткнешь, ничего не изменится. Вот эти моменты, когда идет встряхивание камеры, это я нажимаю на экран. Поэтому всем спасибо, всем пока. Моды подобраны, как и просил Серега. Русских ему привет. И спасибо за идею для видео. Всем пока.